Медицинская маска стала неотъемлемым аксессуаром и верным оружием в противостоянии пандемии коронавируса. Больше полугода ношение масок – обязательное условие для нахождения в общественном месте. При этом кожа испытывает стресс. Выдыхаемый воздух остается под маской, создавая влажную среду. Из-за этого у некоторых на лице появляется раздражение. В сети даже появилось название для покраснений, вызванных маской. Акне переименовали в маскне. К нам обращаются пациенты с жалобами на раздражение и сухость кожи. Также мы часто видим проявление контактного аллергического дерматита, связанное с масками, а также обострение у людей с акне и акноморфными дерматозами. Рекомендация, помимо того, что мы должны обязательно менять маски каждые 2-3 часа, также я рекомендовала бы уделить особое внимание очищению кожи, а также использованию увлажняющих средств. Раздражение может спровоцировать и некачественный материал, например, синтетика. Самая безопасная маска, рассказывают эксперты, медицинская. Но это не отменяет во время ношения масок правильного, а главное, постоянного ухода за лицом. Один из медицинских препаратов, который эксперты называют безопасным для всех типов кожи, это хлоргексидин. Причем использовать его можно не только как раствор для протирания лица, но и как антисептик. Вещество обладает бактерицидным действием, так же, как и обычная перекись водорода. Употреблять можно на любых поверхностях, убивает массу микроорганизмов. То есть его можно считать альтернативой антисептику? Ну, можно, конечно, да. Он не обладает запахом. Мы выбрали несколько популярных антисептиков и вместе с экспертом разобрались в их составах. Антисептик нашего местного производства, да, и используется в больших организациях, насколько мне известно. Вот здесь вот стандартно в состав входит изопропиловый спирт, поскольку продукция с содержанием этанола, дезинфицирующая, она запрещена. Это безопасно для кожи? В принципе, безопасно. Но, как любой спирт, это вещество сушит кожу. Для смягчения кожи рук добавляется еще и глицерин. Производители должны придерживаться определенной концентрации спиртов, чтобы эта жидкость оказывала бактерицидный эффект, иначе толку от нее никакого не будет. Порядка 70% спирта должно содержаться. Это оптимальный вариант. Ожог при такой концентрации спирта не получишь. Максимум, что грозит кожа, это сухость. Есть антисептики, не содержащие спирта вовсе. В этом случае его заменяют на природные фенольные соединения, которые содержатся, например, в тимьяне. Но нужно быть внимательнее, на него может быть аллергия. После нашего краткого обзора эксперт поделилась своим способом профилактики. А вот вы как химик каким веществом предпочитаете использовать? Я как химик мыю руки мылом. Из множества антисептиков, которые сегодня нам предлагают, найти одно универсальное, подходящее абсолютно всем, просто невозможно. Его не существует, заявляют эксперты. Самое главное, на что стоит обращать внимание при покупке дезинфицирующего вещества, это его состав. И помнить, что наше здоровье в наших руках. Мария Левина, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События.